Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это небольшой ролик с новостями касаемо The Isle of Rima. Речь пойдет только касаемо The Vlog. Ролик, собственно, для тех, кто не читал его, не любит читать или у кого-то не было просто времени, как у меня, кстати. Так что ролик может выйти чуть с опозданием. Давайте, в общем, почитаем его и немного представим, что ждать в будущем. Итак, что нам поведали ведущие аниматоры, художники, программисты Филипп Тессара, Гипно, Брайан и Визуал Тэйч. За прошедший месяц наиболее важные темы, над которыми работали отчасти, будут в обновлении. Переделана система трэш-механики, полностью переработан его тайминг взаимодействия с трупом. Система мутаций, которая находится в стадии разработки, и новые мутации уже реализованы по мере утверждения их дизайна. Наряду с этим, также добавляются новые оповещения в пользовательский игровой интерфейс динозавра, статистику панели. Вот, кстати, та самая панель мутаций, которую показал нам Амарок на стриме. Пока непонятно, как она будет работать, но ясно одно, что в этой таблице мы сможем прокачивать своего динозавра, что будет давать улучшение будущего выживания. Обратите внимание на элементы значков нутриентов. Скорее всего, нужно будет искать определенные нутриенты и с их помощью прокачивать динозавра. Кстати, о них я еще расскажу чуть позже, так что досмотри до конца. Также переработаны все удары головой, как мне кажется, пахицефалозавра, хотя они не уточнили. То есть, исправлены все области попадания в определенных частях тела динозавров. Абсолютно точно игроков будет ждать еще и новая механика рвоты. Точно непонятно, как это будет работать. Возможно, речь идет о каких-то болезнях. То есть, когда вы отравлены гнилой пищей, либо укусом, тайминг отравления не пропадет со временем, и обычная соль вас не избавит от тошноты. А наоборот, спустя некоторое время, даже выздоровев, вас может вновь стошнить в неподходящее для вас время. Хотя вы можете казаться и здоровыми. По мне это круто. В общем, это пока догадка, посмотрим. Совсем по-иному настроены и новые динозавры. Также добавлены банановые деревья, бананы, которые станут частью новых диет в Getaway. Новые локационные эффекты. Это новые шейдерные эффекты, которые применяются в окружающей среде. Такие, как намокание при входе в воду или во время дождя, грязь, рязка из болот, пыль, кровь и так далее. Это по-своему сложная система, которая позволяет этим эффектам высыхать, даже накладываться друг на друга и быть полностью динамическими. Вот, кстати, отрывок с момента стрима Донди. Смотрите, как ложится та же рязка с болота на динозуха. Также в игре теперь будут разрушаемые заборы. Если животное достаточно большое, сильные заборы могут быть разрушены, чтобы, так сказать, создать новые входы и выходы, добавлена кнопка сохранения скина и дальнейшего его экспорта. Она была намеренно не добавлена раньше, как утверждают, но по просьбе они сделали ее. Провели изменение баланса и несколько исправлений внутренних ошибок в игре. Также огромная часть месяца была потрачена на работу над улучшениями Геррера Завра и исправлением поведения при его системе скалолазания. Теперь надежнее цепляться за стену бесточного прицеливания и вместо тестовых визуальных эффектов был установлен надлежащий индикатор посадки. Также добавили новую дроп-атаку, которая выполняется удержанием правой кнопки мыши при падении на кого-нибудь. Это будет наносить урон и может пошатнуть или сбить даже с ног противника в зависимости от скорости падения с высоты Геррера Завра. Кстати, еще о новой атаке. Масштабироваться она будет в зависимости от скорости персонажа, так и от размера Геррера Завра, поскольку эта атака будет требовать изрядного навыка. В настоящее время взрослый Геррера Завр может мгновенно убить взрослого Дриозавра достаточно дальним падением сверху и нанести даже большой урон взрослому Омни Раптору. Еще одна уникальная особенность у Геррера Завра мы сможем удерживать кнопку F и нажимать левую кнопку мыши, чтобы посылать сигналы другим Геррерам из нашей группы. Это будет особенно полезно для общения, не сдавая ни звука. Интересно, они будут шипеть или издавать какие-то звуки, которые другие динозавры не смогут услышать? Да, и скорее всего это будет удобно тем, кто играет без войс и общается в чате. Думаю, речь об этом. Пишите, короче, в комментариях, обязательно почитаю. Также, большая часть времени потрачена на людей в игре. Пистолет полностью доработан и имеет ассортимент насадок, таких как лазерный прицел, фонарь и глушитель. Следующий арсенал – это помповое ружье, у которого будет свой собственный набор насадок. Звукорежиссером команды приготовлены все новые принципы звуки для новых динозавров и уже полностью прикреплены к ним. которые, как говорят, отчасти работают на ура. Как я и предполагал, месяц некоторого, так сказать, затишья состоял в том, что на новые стресс-тестирования было отправлено огромное количество заявок. Напомню, по-моему, 1400 или 1500. Процесс рассылки приглашения успешным кандидатам на стресс-тестирование уже запущен, как говорят. Если вы еще не получили приглашение, короче, не волнуйтесь, так как, повторюсь, огромное количество тех, кто подал заявку. Этот процесс может занять некоторое время и также зависит от тестируемого контента. Команда Quality была занята тестированием всего следующего – Diablocerotops, Dilophazaur, Guerrerozaur, Gateway, Миграции, Мутации, хотя они не будут вводить все вышеупомянутые в одном обновлении. Как упоминалось ранее в блоге разработчиков, изменения в дорожной карте позволят им отправлять каждую механику в полном объеме в виде собственного небольшого обновления. Галлюцинации Dilophazaur. С уверенностью можно сказать, что это одна из самых новых механик и интересных, и я лично верю, что эта механика сделает ее фаворитом фанатов Dilophazaur. Текущее действие яда не позволяет противнику видеть дальше определенного расстояния. Также он будет с эффектом тумана. Особенно эффективно будет работать ночное время, как мы это и говорили раньше, и очень забавно будет наблюдать, как игрок-противник, которого укусила Дила, будет отмахиваться от цели перед собой, которой, в принципе, перед ним-то и нету. Забавно? Круто. Гэтуэй и система миграции подарят гораздо более интересный геймплей всем игрокам на новых динозаврах, включая также геймплей за людей. С разными биомами для исследования. На карте будут области, которые были созданы исключительно для существ разных размеров. Миграции также помогут предотвратить такие проблемы, как мегапаки, от которых страдает в данный момент Исла Спира. Кстати, о миграциях я рассказывал в предыдущем ролике, не поленись чекнуть его в плейлистах новостей, если пропустил, конечно. Наконец, еще о перках и мутациях. Мутации привнесли механику, которая может сделать каждый жизненный цикл уникальным опытом для игрока. Возможность настраивать статистику характеристики вашего персонажа и настраивать их на различные среды в игре. Например, если вам нравится жить в прибрежной среде вдали от всего хаоса, в более плотных районах острова, вы можете обнаружить, что выполнение определенных действий там позволит вам пить из, допустим, близлежащей соленой воды. И есть еще много других вариантов мутации, которые будут доступны с выпуском данной механики. Эта система будет играть жизненно важную роль в введении старейшин в игру. Дополняем механику динозавров и игровой процесс в целом. В общем, следите за каналом. Обязательно палец вверх, подписка на канал, комментарии. В общем, как-то так. Все. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Ждем стресс-тесты и новые обновления. Субтитры сделал DimaTorzok